Приветствую вас! Вы знаете, на первый взгляд, ваш вопрос, он, вообще, довольно такой, обназначенный, да? То есть, есть общественное мнение, которое на вас давит, есть ваша неуверенность, есть ваш стыд, стыд – это, собственно, чувство вины, чувство вины – это родительское состояние, когда человек не может следовать своим желаниям, вот. Ну и, соответственно, уже с родительским состоянием, с родительским эго-состоянием, да? Работать можно и нужно, ну, например, в формате транзактного анализа, допустим, то есть, тут вот можно и нужно анализировать, значит, какие-то вещи, да, и так далее. Вот. То есть, на первый взгляд, что-то она, на самом деле, вот такая. Но, вы знаете, вот так вот, посмотрев, изучив ваш текст, мне показалось, что на самом деле всё не так просто. Я, я попробую пояснить, почему. Я попробую пояснить, почему. Дело в том, что вы ведь не испытывали чувство вины до тех пор, пока не узнали, что эта девочка основательница своего бренда. И получается, что вы занимаетесь или будете заниматься плагиатом. По факту. Вот. И, конечно, в плагиате нет ничего хорошего. И я хотел бы высказать такое предположение, да, и ещё раз повторю, это только предположение. Что, если вы будете заниматься любимым делом, если вы хотите заниматься любимым делом, да, то, в случае, если вы станете, станете копировать идеи, чужие идеи, например, то очень может быть, что это уже не будет любимым делом. Не будет тем, что вы выбрали сами для себя. Знаете, какая история. И здесь, мне кажется, что вам, именно в этом аспекте, вам можно было бы подумать о том, как бы вы могли свою идею, что-то своё, взять за основание. Вот. Значит, что бы вы могли сделать для того, чтобы, ну, чтобы что-то своё привнести в это дело, чтобы не было, не было чужого в нём, в нём. Понимаете? Мне кажется, что этот аспект является очень важным здесь. То есть, вероятно, вы хотите придумать что-то своё, вероятно, вы хотите сделать что-то своё, вы, вероятно, хотите заниматься тем, что интересно вам, да? Но понимаете, что это не ваше. Понимаете, что это не то, что придумали вы. Понимаете? И стыд здесь, на мой взгляд, стыд здесь – это то самое такое блокирующее чувство, да, блокирующее чувство, благодаря которому вы не совершаете то, о чём потом будете жалеть. Ну, например. Вот. И мне кажется, мне кажется, мне кажется, что к этому чувству здесь, именно здесь, имеет смысл прислушив, как минимум. Вот что вам, что вам нужно сделать, чтобы чувство ушло? Вот подумайте. Вот вам стыдно, да? Сейчас. Вам сейчас стыдно. Вот что вам нужно сделать для того, чтобы чувство стыда ушло? Например, не плагиатить, да? Например, не брать что-то чужое, да? А использовать, например, своё только. К примеру. А что для этого вы можете сделать, чтобы использовать своё, да? Допустим, привнести какую-то изюминку в свой, так скажем, продукт. Грубо говоря. Вот. Понимаете? Вот на это, на это обратите внимание. То есть я не думаю, честно говоря, что здесь всё дело именно в общественном мнении. Я не думаю, что дело здесь именно в нём. Я думаю, что дело здесь именно в том же, что вам не хочется, вам, как бы, подсознательно, вам не хочется, не хочется заниматься своим делом с вкраплением чужого. Вот. Я думаю, так. Почему-то. Такая вот у меня возникла идея, когда я читал ваш текст. Вот. И мне кажется, что чувство стыда здесь, оно, в общем-то, вполне полезно. Потому что я не думаю, что вы будете удовлетворены до конца, если вы хотите заниматься любимым делом, что вы будете удовлетворены до конца, зная, что, вот, то, что вы делаете, это не полностью продукт вашей фантазии, ну, вашего творчества. Вот. Вот. А зная, что то, что вы делаете, это, в общем-то, по сути дела, ну, есть элемент плагиата. Вот. Так это уже нелюбимое дело. Понимаете? Вот. Это уже нелюбимое дело. Это уже какое-то другое дело. Во всем. И я полагаю, что вы это понимаете. Я полагаю, что вы отдаёте себе в этом отсюда. И, собственно, именно по этой причине у вас есть. Вот. Что касается, что касается, значит, смотрите, общественного мнения, да, то здесь, опять же, здесь нужно разбирать, то есть, что именно конкретно вы чувствуете. То есть, что именно конкретно вы не должны делать. И по какой причине вы не должны это делать. То есть, грубо говоря, грубо говоря, чему это противоречит? Вот, чему это противоречит у вас? То есть, если стыдно, если стыдно, значит, идёт непринятие там. Идёт непринятие там, ну, я не знаю, какого-то выбора, какой-то ценности, какой-то модели, модели поведения, да. Идёт непринятие этого выбора. И вот момент здесь именно такой. Понять, что именно не принимаете вы. Здесь. Вот, именно, именно в этом аспекте. И постараться привести это к общему знаменатику. Допустим, я хочу там, ну, давайте для примера, да, давайте для примера. Я хочу есть. Например. Но я хочу есть, не просто, а я хочу есть, и я испытываю за это, собственно, чувство следа. Да? Я хочу есть. Потому что я считаю, что я не должен хотеть есть. Но если я хочу, это моё желание, оно у меня есть, это желание. А получается, что если я чувствую, если я испытываю за это стыд, если я, как бы, ну, позиционирую это как что-то постыдное, значит, это идёт запрет. Это идёт запрет. Но возникает вопрос. От кого этот запрет? Кто автор запрета? Да? И автор запрета, ну, как бы, как правило, какая-то значимая фигура. Либо это родители, вот, потому что общественное мнение, это, знаете, очень абстрактное такое понятие, да. То есть, что такое общественное мнение? Кто это? Это люди. А представители, представители, представители чего? Кого эти люди? Понимаете? Вот. Вот. То есть, общественное мнение, это, по сути, ширма. Вот. За ширмой всегда есть, ну, кто-то настоящий. Кто-то настоящий и, опять же, нормы, да, нормы, эм, кого-то настоящего. Вот. За этой ширмой всегда это есть. Вот. Надеюсь, этот момент вам понятен. Поэтому определите здесь, эм, откуда идёт запрет, на что этот запрет направлен. Вот. Эм, посмотрите, согласны ли вы с ним? Вот. С этим, с целью этого запрета. То есть, не просто запрет, что мне стыдно, да, что так нельзя. А именно, вот, откуда он идёт, от кого он идёт, с какой целью он идёт и так далее. И что хочет. Самое главное, что хочет источник этого запрета. Вот. Потому что, как правило, как правило, эм, у источников запретов, да, у них всегда есть, эм, ну, у них всегда есть свои желания. Какие-то. Вот. И, и, и вам нужно просто вот для себя понять, что это за желание. Чего хочет. Эм, человек. Ну вот. Который автор, скажем так, запрета. Вот. То есть, он есть, я даже не сомневаюсь. То есть, есть, эм, автор запрета, я даже не сомневаюсь. Он есть, он есть. Вопрос просто в том, кто он, эс, какие у него, у него же желания. Вот. И вам, эм, здесь, как взрослым, нужно соотнести то, чего, то чего хочет, эм, вот этот вот товарищ, да, или товарищи, или то, чего хотите вы. Эм, и насколько вообще важнее, важнее то, что хотите вы, и то, что хочет, эм, товарищ. Вот. Вот об этом, я полагаю, и нужно вам подумать. Туда от общественного мнения вы избавились. Ну, естественно, эм, что, может быть, вы не сами это сделаете. Естественно, что, может быть, вам потребуется помощь, помощь психолога, но тем не менее. Кхе-кхе-кхе. Эм, на путь вы, эм, станете точно. На путь, на путь. Эм, избавления. Вот. Ну, и ещё раз повторю, что, что, вот, эм, чувство стыда, я рекомендую, на чувство стыда, я рекомендую вам обратить, эм, самое, самое пристальное внимание. Потому что оно важно. Вот. На этом всё. Эм, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, эм, пишите в личку, буду рад помочь. А, вроде бы я ничего не забыл. Вот. Вроде бы ничего не забыл. Эм, значит, ну, пожалуй, эм, хотел бы, наверное, заострить внимание вот еще на чём. Эм, перечитал ваш текст. Сейчас. Эм, смотрите. Вы говорили, как только, значит, ну, заниматься в магнической темпе, она узнает. Мне почему-то стыдно перед ней. Вот, она узнает и что. А, как вы себя будете чувствовать в этот момент, когда она узнает? Негативно как-то. А, в чём, в чём это выражается? В чём выражается то, что вы будете чувствовать себя негативно? Как это проявляется? Проявляется или проявится, что вы будете чувствовать себя негативно? Вот. То есть вы боитесь не самого факта того, что вы узнаете, что она узнает. Вы боитесь, вам не хочется чувствовать себя определенным образом. Вот. Вот. И это нужно поисследовать. Опять же, опять же, представьте себе, что вы сейчас, вот сейчас, оказываете ситуацию, которую хотите. Которое нужно. То есть, ну, оказываетесь, вот, в той ситуации, как, когда... Ну, всё. Вас узнали. Она узнала. Значит, вы продолжаете заниматься тем, что вот хотите. Ну, ну, с тем, что вам интересно. Вот. А, но! А, как вы себя будете чувствовать при этом? Вот это важно понять. Это важно понять. Это важно понять. Это важно понять, потому что без этого не получится. Без этого не получится. Как вы будете чувствовать себя, если не будете делать то, что вы хотите? То есть смотрите по своим ощущениям. Смотрите по своим ощущениям. Что вы вкладываете в понятие «любимое дело», например? Тоже важный момент. Что вы вкладываете в это понятие? Какое оно, это понятие важного дела? Вот так. Я думаю, что на этом всё. Теперь уже точно всё. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.